Ксения Собчак известна своим непростым характером и язвительностью. На интервью к ней боятся идти многие звезды. Оказывается, тому есть причина. Ксения Бородина, Инстасамка и многие другие отказываются идти на исповедь Ксении Анатольевне, поскольку знают, что после выхода материала у них обязательно начнутся проблемы. Кто-то связывает это с дурной энергетикой Собчак и называет ее вампиршей, а кто-то уверен, таким образом журналистка самоутверждается и выводит на чистую воду тех, кого уже давно пора взять за грудки. Психологу Веронике Степановой посчастливилось или не очень побывать в кресле гостя Собчак. С высоты своего профессионального опыта она объяснила, почему с теми, у кого берет интервью блондинка в шоколаде, потом обязательно случаются проблемы. Степанова отметила, что Собчак делит гостей на категории. Первая – низшая, к которой относятся те, кто уже растерял лучи своей славы и никакой опасности не представляет. Вторая – категория очень богатых или иностранных гостей, которым Ксения Анатольевна готова чуть ли не ноги целовать, как будто какое-то раболепство, лизоблюдство такое, всячески пытается угодить. Этот нежный голосок вот облизывает, облизывает, облизывает иностранного гостя или очень богатого гостя. То есть она не задает неудобные вопросы, объясняет Степанова. Меньше всего повезло третьей категории гостей, к которым относятся все униженные и оскорбленные Собчак. На них журналистка отыгрывается по полной, выпивая все соки и жизненную энергию. Объясняется это просто. Такой уж у Ксении Анатольевны непростой характер, который породил в ней чувство вседозволенности. «В ней есть очень много садистики, в ней есть очень много избалованного ребенка, много такой вот взбалмошной девицы. Есть нечто, что вот какая-то вседозволенность, что можно все», — отметила психолог. А началось это, по мнению Вероники Степановой, еще на заре дома-2. Тогда, правда, Собчак не пыталась прикрыть свою истинную натуру. Вся ее дерзость была не прикрыта, так сказать, натурально видна невооруженным глазом. «Если она сегодня может прикрыться под маской интеллигентной взрослой женщины, сегодня она жена и мама, у нее много всяких социальных проектов, то там и тогда она не стеснялась в некотором смысле разнузданной натуры», — выдала Степанова. Кроме того, обвинила психолог Собчак и в перманентной нелюбви к русским людям, а также подчеркнула, что обладатель израильского паспорта априори быть патриотом России не может ни при каких обстоятельствах. Есть нелюбовь к русским, к России. Вот она себя пяткой в грудь бьет, что она русская, патриотка и так далее, а при этом получает израильский паспорт, — подытожила Вероника.